МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город Нур-Султан, а также Алматинская область на сегодняшний день лидируют по заражаемости коронавирусной инфекцией. Часть моста возле рынка Алтын-Урда закрывают на ремонт. Почему относительно новая эстакада в ненадлежащем состоянии, выяснял я Ануар Амагельдинов. В Алматы подвели итоги всеобщего обсуждения плана развития мегаполиса. Согласны ли жители с предложенными инициативами? Подробнее об этом расскажу я, Айдана Нураш. Впервые в Казахстане прошел массовый заплыв «Оушенмен». Подробности спортивного состязания расскажу я, Рустам Араубаев. Начинаем выпуск. Касым Жомар Токаев сегодня поговорил по телефону с Шавкатом Мерзиёевым. Лидеры Казахстана и Узбекистана затронули вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Глава государства отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане. Президент Казахстана пожелал своему зарубежному коллеге успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию. Собеседники также обсудили предстоящую консультативную встречу лидеров Центральной Азии в Кыргызстане. В Узбекистане официально отменили поправки в Конституцию по статусу Каракалпакстана. Права Суверенной Республики на выход из состава государства сохранено. Такое решение сегодня приняли депутаты Нижней Палаты. Между тем, по официальным данным Нацгвардии, в результате протестов погибли 18 человек. Точное число все еще уточняется. Более 500 были задержаны правоохранительными органами. Рустам Арлбаев следит за развитием событий. Массовые беспорядки в Каракалпакстане начались после предложения поправок в Конституцию о лишении Республики права на выход из состава Узбекистана. На этом фоне лидер страны Шавкат Мирзиёев заявил, что волнения вызваны неправильным толкованием. Тем не менее, данная поправка была отменена, а сроки проведения референдума продлены до 15 июля. Отметим, что изменение Конституции предполагает обнуление срока, что даст нынешнему президенту возможность баллотироваться в третий раз. Конституционная реформа принимается, чтобы улучшить благосостояние народа. Но если жители Каракалпакстана против, тогда эти поправки не будут приняты. Особенно это касается 70-й, 71-й, 72-й, 74-й и 75-й статей. Власти Узбекистана сделали заявление о том, что беспорядки вызваны попытками внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране. По данным прокуратуры Каракалпакстана, в ходе протестов пострадали более 240 человек. Порядка 90 доставлены в больницы. Сейчас принимаются все меры для соблюдения прав граждан и недопущения нарушения общественного порядка. Ситуация стабильна. Жителями ведётся разъяснительная работа. Между тем, порядка 50 казахстанцев в третий день находятся на границе с Узбекистаном и не могут вернуться на родину. В МИДе сообщили, что ситуация находится под контролем. Ведутся переговоры. Застрявшие на границе граждане страны обеспечены всем необходимым. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что наша страна с обеспокоенностью восприняла события в соседней дружественной республике, а также приветствует и поддерживает решение высшего руководства Узбекистана по стабилизации ситуации в Каракалпакстане. Рустам Раубаев, Мадина Ухас, телеканал Алматы. Между тем, украинский Лисичанск перешёл под контроль России. Это подтверждают обе стороны конфликта. Стратегическая важность города, по мнению аналитиков, позволит продвинуться вглубь Донбасса. Генштаб ВСУ заявил о выводе войск с этого региона с целью их перегруппировки. Эксперты считают, что следующими полями сражений станут Славянск и Краматорск. Российские власти сообщают, что сейчас на территории Рисичанска проводится зачистка. Владимир Зеленский заявил, что в минувшее воскресенье была атака по городу Славянск. В результате погибли шесть человек, среди них один ребёнок. Президент Украины также добавил, что прогноз для этого региона неутешительный. Существует риск, что Луганская область будет полностью оккупирована. И мы это понимаем. Крупный пожар произошёл в минувшие выходные на рынке Алт-Норда, близ Алматы. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По данным регионального департамента по ЧАЭС, горела кровля трёх зданий. Это помещение по приготовлению блюд, ломбард и двухэтажное кафе. С огнём спасатели боролись около часа. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин ЧАЭС на место происшествия была направлена исследовательская пожарная лаборатория. Всё внутри сгорело. Микроволновки и духовки ничего не уцелело. Но это не важно. Главное, сами остались живы и не пострадали. Спасибо отзывчивым парням, которые вовремя вынесли газовый баллон. Если бы не они, могла бы произойти страшная трагедия. Какая ситуация была на самом деле, я не знаю. Но, как мне сказала одна девушка, возгорание произошло из-за фри аппарата. Конечно, точную причину определят специалисты. Порядка 70 детей погибли в ДТП на казахстанских дорогах с начала года. Полторы тысячи несовершеннолетних получили различные травмы. Неутешительные данные озвучили сегодня в МВД. А по вине пешеходов произошли около 200 аварий, сообщили в профильном ведомстве. За последние пять лет на дорогах страны ежегодно погибают более двух тысяч человек. Ещё свыше 20 тысяч получают ранения и травмы. За шесть месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано свыше 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 947 человек и 8110 человек ранены. С начала года правоохранители выявили также порядка 1300 наркопреступлений. Изъяли свыше трёх тонн наркотиков. Всего по стране ликвидировали 21 нарколабораторию. С начала года выявлено и направлено для блокирования порядка 1400 интернет-ресурсов. Сбыта наркотиков посредством интернет-ресурсов зарегистрировано 103 уголовных дела. По рекламе и пропаганде наркотиков расследуется порядка 57 уголовных дел. Открывшуюся всего чуть больше полугода назад эстакаду близ рынка Алт-Норда закрыли на капитальный ремонт. Об этом сообщили в областном филиале нацкомпании «Казавтожол». Работы проведут на четырёх километрах автополотна. Ранее в соцсетях автолюбители пожаловались на состояние дороги, которая покрылась ямами. Почему возникли дефекты и когда закончат ремонт, узнавал Ануар Мангельдинов. «Магистральная эстакада вблизи рынка Алт-Норда была официально сдана в эксплуатацию в конце 2021-го. Не успело дорожное полотно ослужить и года, как на нём уже образовались дефекты, что, мягко говоря, не радует водителей». Водители активно публикуют в соцсетях видеопроезда по мосту. Возмущение почти в каждом посте. Автовладельцы недоумевают, почему за пять лет объект не сдали, как говорится, на совесть. «Новый мост же развалился сразу». «Безграмотно построить все обвязки. Они не работают». «Если бы грамотно изначально всё сделали, было бы намного проще». В ответ на все обвинения в нацкомпании «Казавтожол» заявили, что проект до конца не завершён, а открыли развязку, чтобы хоть как-то разгрузить транспортный поток. «В связи с тем, что к декабрю месяцу уже работы заканчивались по монтажу эстакадой, мы положили асфальт для временного проезда, чтобы снять социальные напряжённости. На следующий день мы, заканчивая всей работой, откроем движение полностью до осени всё откроется». Строительство развязки пригороди Алматы начали в конце 2017 года. Проектом предусмотрено расширить дорогу около рынка Алтынорда до 10 полос для транзитного, пассажирского и частного автотранспорта. По задумке проектировщиков, транспортный узел должен полностью разгрузить движение. Из-за проводимых работ на одной из частей эстакады образовались заторы. Всего по мосту ежесуточно передвигается порядка 50 тысяч транспортных средств. Ануар Мангельдинов, Дидар Исаев, телеканал Алматы. Свыше 1200 предложений и комментариев поступило от горожан касательно проекта основных приоритетов плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года. Об этом сегодня сообщил глава мегаполиса Ербола Досаев. Сегодня Аким провел встречу с членами общественного совета, депутатами Маслихата и активистами. Ранее местные власти вынесли план по преобразованию города на публичное обсуждение, и алматинцы не остались в стороне. Какие предложения внесли горожане и что об этом думают эксперты, расскажет Айдан Анураш. Создать возможности для неработающей молодежи, продвигать яблочный бренд, открыть новые станции метрополитена, сделать абонементы для посещения культурных объектов. Это лишь малая часть предложений поступивших от алматинцев. Общественные инициативы будут внесены в план развития города, который состоит из семи направлений. Согласно документу, трехмиллионный мегаполис должен стать безопасным, умным, готовым к чрезвычайным ситуациям и вызывающим доверие жителей. Все это вместе позволит значительно повысить качество жизни наших алматинцев. Эффективная реализация всех вышеуказанных инициатив позволит Алматы к 2030 году стать комфортным и безопасным городом международного уровня, с конкурентоспособной экономикой и высоким качеством жизни, притягивающим таланты, технологии и инвестиции со всего мира. 44-летний Богдан Джебков в числе экспертов, работающих над планом по развитию города. По мнению общественника, инфраструктура мегаполиса сегодня мало приспособлена для людей с особыми потребностями. Ключевая миссия эксперта – посодействовать тому, чтобы эта категория населения не испытывала трудностей в передвижении по городу и получении нужной информации. Надо сделать, чтобы у нас была полностью доступная инфраструктура, начиная от улиц, чтобы это было все доступно, можно было спокойно ходить по нашим улицам без препятствий на перекрестках таких, как бордюры и все остальное. Сейчас это в центре делается. В плане учли и вопросы экологии. В приоритете – улучшение качества воздуха города. К 2030 году в Алматы планируют газифицировать все частные дома, перевести общественный транспорт и ТЭЦ-2 на газ, сократить поездки на личном авто, увеличить зеленый фонд города и не только. Это, по словам экспертов, поможет снизить выбросы в атмосферу почти вдвое. Другой немаловажный момент – развитие туризма. Горожане предложили внедрить бесплатный Wi-Fi в турзонах и запустить цифровые карты, которые помогут туристам ориентироваться в городе. Туристы сюда все-таки приезжали. Необходимо сначала начать с базовых вещей. Это инфраструктура туристическая, это безопасность, обеспечение безопасности. У нас большой потенциал горного туризма. Сейчас стоит такая амбициозная задача – стать региональным центром по медицинскому туризму. Всего же от горожан поступило свыше 1200 предложений и комментариев. План развития Алматы представляет стратегию преобразования города до 2025 и 2030 годов. Его, как ожидается, утвердят до 5 сентября. Айдана Нураш, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы». Более 40 тысяч алматинцев пьют привозную воду. Об этом во время встречи с членами общественного совета, депутатами Маслихаты, экспертами сообщил Аким города Ербуладосаев. Он также добавил, что причина дефицита воды в отдаленных районах – износ инженерных сетей. Поэтому необходимо ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры. О том, какую масштабную работу планируют провести в рамках плана развития города, мы поговорим с главным специалистом отдела Наурсбайского района Фархадом Жамбыровым. Фархад, здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Скажите, какие работы сегодня по модернизации инженерной инфраструктуры проводятся в Наурсбайском районе? По Наурсбайскому району в 2019 году был разработан ряд проектов, которые охватывают 8 микрорайонов Наурсбайского района. В нем предусмотрено 150 километров водопроводных и 75 километров канализационных сетей. А также по Наурсбайскому району ведутся по развитию инфраструктуры, ведется строительство орычных сетей по заказу управления зеленой экономикой, которое охватывает 34 улицы Наурсбайского района. Как обстоят дела, как решаются проблемы жителей с питьевой водой? Что касательно питьевой водой, это основная проблема нашего Наурсбайского района, так как я подтвердил, сказал вам, реализуется ряд проектов по строительству водопроводных и канализационных сетей. На сегодняшний день в пяти микрорайонах данные работы совершены. 130 километров водопроводных и 65 километров канализационных сетей. Однако в микрорайоне Карагайлы у нас строится фильтровальная станция Карагайлы. В нем проектом предусмотрено 11 корпусов. Я недавно посещал этот объект. Данная фильтровальная станция подходит к завершению уже. В текущем году в конце мы планируем ввести в эксплуатацию и обеспечить чистой питьевой водой микрорайоны Курамыз, Таусамалы, Карагайлы и Карагалы. Но еще у нас имеется проект Ахсайская фильтровальная станция. Он в текущем году прошел государственную экспертизу. Определена подрядная организация. В этом месяце уже начнутся строительства. Срок строительства данной строения фильтровальной станции Ахсай 28 месяцев. В городе сегодня активно реализуется проект бюджетно-народного участия. Скажите, сколько проектов уже реализовано на сегодняшний день? В прошлом году по Норзбайскому району от жителей поступило ряд заявлений касательно бюджета участия. Мы запроектировали в текущем году 47 проектов. На текущий момент из них завершено только три. Остальные в работе. Какие это проекты? Это по строительству арочных сетей два проекта мы завершили. И по строительству тротуара. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и поделились такой полезной информацией. Спасибо. О возведении коммунальной инфраструктуры в Норзбайском районе нам рассказал главный специалист отдела Акимата Норзбайского района Фархад Жамбыров. Уважаемые телезрители, это новости. Не переключайтесь. Алматы в желтой зоне. Ведут ли карантин? Город Алмата, город Нур-Султан, а также Алматинская область на сегодняшний день лидирует по заражаемости коронавирусной инфекцией. Впервые в Казахстане прошел массовый заплыв Ocean Man. Подробности спортивного состязания расскажу я, Рустам Аралбаев. Причину отклонения заявок по жилищной программе Алматы Жастары сегодня объяснили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры. По словам специалистов, претенденты сдали неполный перечень документов или допустили ошибки при подаче заявлений. Многие из участников предоставили некорректные данные и справки об отсутствии недвижимости, указав только город или регион. По требованиям программы необходима информация о наличии недвижимого имущества по всей республике. Там порядка 5000 заявлений именно были отклонены из-за того, что сами участники подавали заявление, когда подавали заявление, прикладывали неполный пакет документов или справки, не соответствующие требованиям программы. По участникам, именно которые получившие 0 баллов, хочу пояснить, что эти граждане соответствовали всем требованиям программы. Алматы перешел в желтую зону под темпом распространения коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве. По данным ведомства, за последние сутки ковидом заразился 91 человек. В столице инфекцию подхватили 42 жителя. При этом в министерстве порекомендовали носить маски в общественных и многолюдных местах. Мир Альжанова об эпидситуации в мегаполисе и стране. В Казахстане вновь набирает обороты заболеваемость коронавирусом. Только за сутки ковидом заразили 158 человек. Как сообщили в Минздраве, больше всего заболевших в Алматы. Город сегодня перешел в желтую зону. А вот какие карантинные меры ведут для алматинцев, решит главный санврач, сообщили в ведомстве. На сегодняшний день у нас 1155 человек получают лечение от коронавирусной инфекции. Из них 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В ИВЛ-аппарате нету никого. Город Алмата, город Нур-Султан, а также Алматинская область на сегодняшний день лидируют по заражаемости коронавирусной инфекцией. По словам Миржана Байтанаева, из всех выявленных случаев КВИ 78% составляют пациенты с диагнозом стелсомикрон. Этот штамм коронавируса хоть и считается легким, но очень опасен, особенно для детей младше трех лет, говорит детский инфекционист Дина Гульбаешева. Почему я акцентирую именно внимание детей первых трех лет жизни? Если вовлекается в инфекционный процесс гортани, голосовые связки, то у больного на фоне высокой температуры появляется грубый лающий кашель, изменение тембра голоса, родители это замечают, и появляется дышка. В этом случае, говорит инфекционист, нужно немедленно обратиться к врачу и начать лечение. От штаммов коронавируса нужно остерегаться и взрослым, которые страдают различными заболеваниями. При этом, по словам инфекциониста, чтобы защитить себя от коронавируса, очень важно правильно питаться. Еда должна содержать белки. Следует также сохранять дистанцию, носить маски в многолюбных местах, но и получить антиковидную вакцину. Ну а о том, какие меры следует соблюдать алматинцам, чтобы не допустить обоострения эпицитуации в мегаполисе, мы поговорим с врачом-эпидемиологом Нирой Бектимировой. Она присоединяется к нам в студии. Нира Вальтаевна, добро пожаловать к нам. Скажите, пожалуйста, почему в Алматы растет число инфицированных как коронавирусом, так и другими заболеваниями? С чем это связано? Ну, коронавирус, даже если перестал до этого регистрироваться в больших количествах, он никуда не ушел. Единичные случаи коронавируса были. Народ немножко расслабился. Начали опять собираться в большие компании, наши тои, вечеринки. Носители коронавируса остались. И поэтому отсутствие масок у людей, несоблюдение ими личной гигиены при чихании и кашле, когда не прикрывается рот и нос, могло способствовать тому, что люди начали заражаться. Ослабленный иммунитет, вирус через ослабленный иммунитет поражает орган и также вызывает заболевания. И у нас еще есть недоверие у населения к вакцинации, хотя мы продолжаем его уже второй год. Среди заболевших, тех, кто получал вакцину год и более. Скажите, а аномальная жара и переменчивая погода как-то влияет? Вы знаете, аномальная жара и переменчивая погода, это может только способствовать тому, что человек простынет, но это не означает, что он схватит вирус. Вот только если рядом с ним будет больной человек, который выделяет при чихании и кашле вирус, да, человек может заболеть, потому что он при жаре где-то ослабленный будет, у него будет утомляемость сильная, это тоже будет способствовать заболеванию. А какая симптоматика у нынешнего штамма вируса, который циркулирует в мегаполисе, и кто сегодня в зоне риска? Ну, по симптоматике оно напоминает ОРВИ, повышение температуры, кашель, насморк, головные боли, боли в мышцах, утомляемость, слабость. Конечно же, в зоне риска те, кто больше контактирует с населением. Это медицинские сотрудники, это наша полиция, это незащищенное население 60 и старше. Поэтому мы как раз их и вакцинируем. Есть мнение, что и дети тяжело переносят нынешний штамм. Скажите, это правда? Да, конечно. Дети почему переносят? Потому что в связи с ковидом они больше сидели дома. У них более ослаблен иммунитет на сейчас, а ослабленные быстрее и тяжелее переносят любые инфекции. Скажите, а какие санитарно-эпидемиологические меры необходимо соблюдать горожанам, чтобы все-таки остановить вот этот всплеск? Я думаю, что введение, вот сегодня вышло постановление, введение масочного режима в местах, общественных местах, в общественном транспорте, это правильная мера. Также соблюдение, как говорится, если заболевшие не должны ходить на работу, они должны вызвать врача и не заражать остальных, потому что наши думают, что это небольшая температура и продолжают ходить на работу. Надо обязательно при заболевании оставаться дома, вызывать врача, для того, чтобы не заразить окружающих. Ну и, конечно же, кто не вакцинировался или не ревакцинировался, прийти на вакцинацию и на ревакцинацию. А скажите, есть у вас какие-то рекомендации по повышению иммунитета? И как защитить себя все-таки? Ну, по повышению иммунитета, это на сейчас наше пребывание на свежем воздухе, своевременное проветривание и уборка помещений и, конечно же, питание. Сейчас у нас лето, у нас фрукты, овощи. В Алма-Ате, я думаю, проблем с этим нет. Спасибо большое за то, что поделились такой полезной информацией. Уважаемые телезрители, я бы хотела напомнить, что об эпид-ситуации в Алматы нам рассказала врач-эпидемиолог Мнира Бектимирова. А мы продолжаем выпуск. Сахарный завод намерены построить в Алматы в ближайшие годы. Сейчас идет процесс выбора участка и другие подготовительные работы. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали бизнесмены Казахстана и Южной Кореи во время инвестфорума. На встрече деловых кругов отечественные предприниматели предложили иностранным инвесторам свыше 15 инновационных проектов. Девять из которых были одобрены. Один из них – строительство фабрики по выпуску ионизированной воды по корейскому методу. Такая вода с ионами есть только в Корее и появится у нас. Она лечит и сжогу, тошноту, проблемы с желудком и много чего. Заряженная током вода целенаправленно бьет энергией по опасным вирусам. В период пандемии это крайне важно. В будущем, если наладим все моменты, думаем реализовать этот проект как в обычных магазинах, так и аптеках. Цена за нее будет плюс-минус 700-800 тенге. Еще один уникальный проект – строительство мусороперерабатывающего завода. Ожидается, что помимо сортировки он будет выпускать различную продукцию и вырабатывать огромное количество энергии, которую намерены продавать КИГОК. Немало и других инновационных проектов. Один из самых важных проектов у нас – это смарт-сити. Сейчас намечаются переговоры с городом Алма-Ата и Кунаев. Второй проект – это смарт-ферма, это умная теплица. Тоже у нас под Алма-Атой. И самый главный проект – это ионизированная вода. Инвесторы, которые приехали, они посмотрели участок, здание посмотрели, им понравилось это. Прототип насосной установки для добычи нефти создали алматинские ученые. Конструкцию собрали на экспериментально-производственной базе Института механики и машиноведения. Особенность изобретения в том, что он намного компактнее, легче в эксплуатации и эффективнее по затратам мощности. Сейчас заканчиваются необходимые исследования, включая проверку работоспособности установки. В ближайшее время для агрегата будет оформлен техпаспорт, после чего разработчики смогут выйти и на нефтяной рынок. Этот проект мы выполняли на основе грантового финансирования. На течение трех лет в этом году этот проект завершается. Наши ученые отработали несколько вариантов этих насосных установок. Мы здесь показывали конструкцию, которая позволяет решать вопросы, о которых я ранее говорил. Их можно использовать для водного хозяйства, для насосной установки, которая качает воду. Долететь до Милана без пересадок могут теперь казахстанские туристы. Между Алматы и Миланом запустили прямой рейс. Первый борт из солнечной Италии прибыл в воздушную гавань мегаполиса в эти выходные. Напомню, раньше добираться до мирового центра моды приходилось через Амстердам или другие маршруты. Теперь прямой авиарейс будет регулярным. Самолет с первыми пассажирами приземлился в пять утра. Их встретили в торжественной обстановке с овациями и вкусными угощениями. Сначала приходилось лететь из Алматы в Туркменистан, и оттуда уже в Турцию, и оттуда только в Италию. Это было где-то в 19-м году, 19-го, 18-го. Вы рады, что ты раздыл? Конечно рад, конечно рад. Это отлично. Добиться открытия нового маршрута удалось благодаря соглашению двух стран. По словам руководства аэропорта, стоимость билета в оба конца вполне приемлема. Все цены доступны на официальном сайте NEOS в туристических платформах и в турагентствах страны. Мы рады запустить этот рейс. Это огромный проект. Хотел бы отметить, что мы начали работу еще во время пандемии. Хотел бы поблагодарить все госучреждения и посольства наших стран за оказанную поддержку. Останавливаться на Милане не будем. В будущем планируем открыть и другие маршруты. Впервые в Средней Азии прошел международный заплыв Ocean Man. Состязание провели на водохранилище Копчегае. Мировое событие организовано при поддержке Акимата города Алматы. Отмечу, традиционно масштабное соревнование проходит в самых красивых уголках мира. Ранее старты проводились в Италии, Малайзии, Греции и других странах. Рустам Оралбаев посетил историческое мероприятие. В международном заплыве состязались 1200 профессионалов и любителей спорта. За первое место соревновались спортсмены из Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников начинается от 8 лет и достигает 70+. Соревнования состоялись на дистанциях от 800 метров до 10 километров. Чтобы проплыть такое расстояние, спортсменам пришлось выкладываться на полную несколько часов. 10 километров остались позади, прямо за моей спиной. Претенденты на звание чемпиона завершают заплыв. От финиша их отделяют считанные метры. На финише участников встретили медалями, подарками и прохладительными напитками. Чемпионом самой дальней дистанции в 10 километров стал 16-летний Талдыкурганец. Готовился к десятке довольно долго, упорно. И вот момент настал, доплыл. Первый приплыл, очень рад. Были сомнения, хотел сняться на 8-м или 7-м километре. Руки просто неимоверно горели. Уже всякие мысли пошли. Но, как видите, доплыл. И доплыл первым, очень рад. По словам болельщиков, состязания прошли на высшем уровне. А спортсмены показали настоящее мастерство и упорство. Просто на ура. Молодцы. Спортсмены, ну мы радуемся. Уже первая тройка лидировала, ну уже, по-моему, человек 20 лидировал. Супер. У меня друг здесь участвует Сергей Сидоров. Я за него болею. Тут его семья, тоже за него болеют дети. Я вообще ими восхищаюсь. Честно. Болеем за наших. У меня плывут два ученика. Я тренер по плаванию сама. И они готовились два года на этот старт. Прям очень волнительно. Супер, отлично. Адреналин зашкаливает. Я не представляю, как у них. Они, наверное, вообще в шоке. Но мы поддерживаем, как можем. По словам организаторов, главные цели мероприятия – привлечение туристов и развитие массового спорта. Принять участие в заплыве прибыли спортсмены из стран ближнего зарубежья, а также из Турции, Италии и Швейцарии. Особого места в состязании удостоился детский заплыв. В истории ошемена не было, что на участие китс будут столько детей. Мы побили рекорд. У нас участвовало было 200 человек. 200 детей. Четыре ребенка с особые, особые дети. Мы их так называем. Они тоже выплыли, доплыли всю дистанцию, чему мы очень рады. Это был настоящий рекорд. Следующие старты пройдут в 2023 году на озере Боровое. Еще через год на Каспийском море. Победители всех заплывов получат приглашение на состязание Ocean Man в Греции. Густам Аралбаев, Сармдых Нарыков, телеканал Алматы. С сегодняшнего дня в эфир возвращается ток-шоу «Шейшима Бар». В центре внимания по-прежнему актуальные проблемы населения. Через личные истории и переживания главных героев программа нацелена показать, как можно найти выход из сложных жизненных ситуаций. Проблемы жителей, обратившихся со всех регионов страны, и их решения вы можете увидеть по будням в 18.00 на телеканале Алматы. Не пропустите. Как и следует из названия, социальное ток-шоу «Шейшима Бар» в первую очередь направлено на решение различных проблем наших телезрителей. Или, по крайней мере, мы хотим помочь найти пути их решения. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершен. Увидимся завтра. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин